До вступления постановления правительства от 6 апреля 2019 года внесение изменений в конструкцию технических средств представляло собой свод разрозненных внутренних указаний и нормативных документов различных ведомств, исполнение понимания которых было трудным для граждан. С 1 июня этого года действуют обязательные для исполнения правила внесения изменений в конструкцию автомобилей, в которых прописан четкий порядок подачи документов, а также их исчерпывающий перечень. Переоборудование разделено на два самостоятельных этапа. Первый этап включает в себя получение предварительной технической экспертизы с указанием конкретных изменений в конструкцию в экспертной лаборатории и подачу заявлений в ГИБДД по месту нахождения гражданина и как результат получения разрешения на внесение данных изменений или отказе с указанием причин, исчерпывающий перечень, который также содержится в постановлении правительства. На втором этапе гражданин с этими документами обращается в организацию для фактического проведения заявленных работ. Далее следует пункт технического осмотра. После чего опять обращается в экспертную организацию уже для получения протокола проверки безопасности конструкции транспортного средства после внесенных изменений. Все указанные документы, перечень которых гораздо меньше, чем прежде, а также госпошлина, подаются именно в ТОГИ БДД, который выдавал разрешение уже для оформления свидетельства о безопасности конструкции. Данный алгоритм является универсальным практически для любого типа переоборудования. Были автомобили, в которые мы устанавливали нестандартные, допустим, моторы повышенной мощности. Были машины, которые мы делали просто мощнее на основании штатного мотора. Были машины, на которых мы полностью меняли их облик и внешний вид с помощью оклейки, допустим, их в цветную пленку, с помощью оклейки в винилографии, то есть это рисунок на пленке. Следует отметить, что наиболее частые виды переоборудования, порядка процентов 90, это установка газобаллонного оборудования для работы двигателя на пропане и метане. Выполняется это по объективным причинам в целях экономии топлива в связи с разницей цены на газ и на топливо. В незначительной мере установка рефрижераторных установок для перевозки молочной продукции, замороженной продукции. Ну а остальные виды переоборудования занимают незначительное место, на которое имеет место. На данный момент разрабатывается и проходит согласование административный регламент МВД, который придаст процессу переоборудования статус услуги соответствующими стандартами предоставления государственных и муниципальных услуг. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...